ребят привет сегодня мы с вами записываем аудио подкаст в прямом эфире и аудио подкаст это такие аудио штучки нажимай пожалуйста аудио аудио такие аудио короче которые вы можете слушать в яндекс музыки в apple подкаст и так далее в любом приложении где вы слушаете музыку вы можете найти там мой подкаст про финансы послушать какие-то темы о финансах которые я там освещаю вот сегодня мы будем с вами общаться о том как российские банки будут жить без свифта потому что первые три банка уже отключили это рос сельхозбанк это ну короче мы сейчас с вами об этом поговорим но прежде чем мы с вами начнем все на связи ребята наши продюсеры которые которые занимаются студия богема который помогает мне с записью подкастов небольшие спецы в этом и сейчас мы обсуждаем какие темы следующих подкастов сделать прежде чем я вот запишу про свифт обсуждаем следующие темы поэтому вы тут с нами если чем слушаете и можете нам подкидывать свои идейки по темам слушайте сейчас будем вам комментировать уверен говорить а вы можете вставлять свои комментарии александр под давай саш какие там темы у нас есть до первая тема как создать финансовую подушку в условиях кризиса вот получается сейчас довольно нестабильной ситуации и она еще более нестабильной возможно становится а людям все еще хочется стабильности и хотя бы да как тебе такая тема хорошая тема вообще в принципе как-то создать финансовый резерв у нас вообще не было тем ну вот плюс там можно разделить как раз общее правило и правило ну и специфика который еще сейчас почему пониженный курс евро и доллара это плохо для страны хорошо плохо ли вообще курсы валюты это не хорошо хорошо а как развивать финансовую грамотность у людей детей детей до у детей вы ушли чуть в сторону того что я еще не развила интересно я еще не развила своих детей финансовую грамотность мне не было ребенка которого я это сделала поэтому я могу только в теории обсуждать есть классные посты про то что ты делаешь для них уже фонды и так далее вообще сюда можно как раз вот сделать например выпуск с гостем и позвать например психолога или кого-то такого знаешь чтобы как раз обсудить в целом как и детям прививаются финансовые знания и имминационные игры экономические и так далее был бы мне кажется прикольно психолога психолога педагога кого-нибудь интересно что будет с наличной валютой у населения спрашивают еще есть такая история есть такая тема классная как раз про то важно стоит ли инвестировать сейчас в российский рынок и то есть реально ли что акции гигантов типа яндекс еще отскочит и прочее такое можем ли протокол поговорить поразмышлять на тему будущего российского фондового рынка просто я читал например в интернетах есть теории из разряда есть умельцы которые говорят мне нужно там всего 50 тысяч рублей я сейчас вложу правильно через там пять лет у меня будет 5 миллионов ну условно грубо говоря есть такие да так как обозначить эту тему в этом контексте стоит ли сейчас инвестировать в российский рынок то есть имеется ввиду акции частные инвестиции приходит иногда действительно подозначать право будущее не будущее что там ожидается хорошая тема хорошо да можно можно ее прикольно на самом деле было бы обсудить тему ну я знаю ты не очень любишь криптовалюту но все еще сейчас это один из там условно бинанс самый простой способ как-то вывести деньги через него в другие страны и даже я сейчас находясь там бангкоке обналичиваю рубли через бинансов баты и большинство населения было бы все таки прикольно обучиться этому методу или возможно хотя бы поверхностно узнать штука крипто и как-то не разобраться недавно же была история про что самая надежная валюта монета в криптовалюте обходилась и люди потеряли там огромные деньги и подписано на блогер короче смотрите какая какая у меня тема я все время раздала людям деньги обратно у нас было даже писал об этом телеграм-канале я мы хотели сделать курс по крипте с приглашенным спикером хотели сделать курс по крипте с приглашенным спикером и слава богу не сделали и запустили там просто короче мы сделали возвраты там было сразу на 12 миллионов и они делались вручную вручную каждый то есть там тысячи людей к тысячи меня бухгалтерия офигела от этого всего вот и это было после нового года продавалась этот курс на черную пятницу потому что у была задача там сделать рекорд на черную пятницу так далее и я просто думаю господи у меня у меня не мозг а у меня чуйка хорошая мне кажется не только мозг а потому что вот представьте я бы запустил этот курс и научила бы тысячи людей покупать крипту сейчас тысячи просто не в том чтобы ты учил их а вопрос в целом разобрать что это такое и ты как раз можешь в этом выпуске сказать чуваки вот у нас была такая история как это крутая продали курс и я могу позвать я могу позвать спеца просто разобрать это явление как что-то такое и там вот например сейчас же есть еще вся история с кроссовками вот этими рисованными это история не про крипту это проекты это немножко очень короче вот в моем мире вообще что крипта что нфти это все в одну область нет это разные объяснит и расскажет это все разное я буду рада крипта и нфти различия поняла я поняла в какую сторону ты хороший комментарий дала я поняла какую сторону объясню накидали темы отличие крипты и нфти хорошо окей все да это все крутые темы и куда-то из них да действительно вот например там спецвыпуске можно пригласить гостей и такое то что ты можешь ними обсуждать свое видение даже если у вас будут споры между собой возникать это наоборот даже круто будет потому что мы покажем полярные соменения и что вы как бы вот есть как оля думать есть как эксперты даже человек уже сам принимать решение а где звука нет в телеге говорят звука нет есть прекрасный звук в телеге или или нет а вот теперь есть звук в телеге интересно и звука не было в телеге так ладно хорошо давайте тогда давайте тогда начнем говорить про свифт про свифт думаю это будет довольно короткий подкаст довольно короткий подкаст и а как ты думаешь когда у нас следующая запись хотя бы примерно как на этой неделе можно записать на этой неделе можно записать ну я буду еще с машей дальше тоже общаться по времени и по твоему состоянию да хорошо договорились я надеюсь что если на самом деле если ничего если я пошла на поправку то мы будем с вами записываться регулярно а если я опять там приносит детские вирусы это такая противная вещь это необъяснимая фигня детский вирус ребенок нормально приносит взрослого сносит сносит просто знакомая моя рассказывает она 9 лет работал в банках она брала три больничных за все 9 лет три больничных у человека было она родила то вот тройняшек она за за короче последний год двенадцать раз на больничный уходила ну она оформляет там себе я болел ветренкой в 18 лет было не очень тяжеловато но хочется сказать что у тебя очень даже приятный голос ходе осипший так что возможно сейчас все слушатели такие мы хотим теперь только такое ну да я могу и так с людьми говорить загадочно так давайте займемся займемся подкаст на самом деле когда у тебя прямой эфир сконцентрироваться не так просто конечно я попытаюсь я вот я тогда вас покидаю оставляю сашей договорились отключу и включу новую запись создать проект и а как начать а вот как записывать все поехали так саша напомнишь что должна вначале говорить давай напомню вообще ты можешь зайти в нашу личное сообщение в бассейн бассейн давай давай ребят я напомню вам еще раз что мы с вами сейчас будем обсуждать как российские банки будут жить без свифта смотри а можешь выключить уведомление потому что ты можешь стать во время записи я могу только аудио я могу только так сейчас 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 настройки уведомления звуки звуки я не знаю как разключать только что началась так все давайте будем начинать ребят тему как там микрофон настроен все правильно до выставлено жить люблю такое да слушаю и живыми за прочим здесь уже четыреста сорок три оценки 4 9 состоит это очень хорошая оценка серьезно очень много отзывов да а где ты это видишь я не это не вижу вообще в apple подкастах и тебе возможно у тебя это и другой регион я тебе еще раз скину ссылочку я просто захожу я вижу там подкасты я вообще не вижу обратную связь людей я тебе покажу то спрашивал сберзвук есть сберзвуки да должны быть но если нет то это надо в редакцию написать обычно они добавляют просто то чтобы подкаст но я зайду и специально точно есть яндексе точно есть яндексе вообще есть во всех площадках возможно сберзвук пустили но добавим хорошо так ну что поехали всем привет меня зовут Ольга Гагаланзе и это подкаст про финансы каждый выпуск я не поставила на запись это чисто я хорошо что я не в конце об этом вспомнила всем привет меня зовут Ольга Гагаланзе и это подкаст про финансы каждый выпуск это руководство для всех кто хочет приумножить свой доход вы узнаете как начать инвестировать и копить даже если у вас немного денег или есть кредиты Господа, сегодня у меня такой неожиданно обворожительный голос, слегка аллегровый И что поделать, зато я наконец-то вышла в эфир после долгого молчания И сегодня мы с вами будем говорить о том, как же наши российские банки будут жить без свифта Сегодня 14 июня, это день, когда я записываю это аудио И сегодня, буквально пару часов назад, вышла новость о том, что Россельхозбанк, Сбербанк и Московский кредитный банк, МКБ, остались без свифта Для начала, что такое свифт? Свифт это система передачи информации Что такое система передачи информации для банков, зачем она нужна? Я вам расскажу, как я делала свифты, когда работала в банке Кстати говоря, я была один из немногих специалистов в городе, который делал свифты у нас в банке открытия И, кстати, Паша, мой супруг, тоже хорошо делал свифты И вообще, в конечном итоге все у нас научились, потому что за свифты, пока ты делаешь свифт, сидишь целыми днями там возишься с ним Приходят другие клиенты, они там вклады оформляют, карточки банковские, кредиты А за вклады, кредиты и карточки премии платят, а за свифты премии не платят И ты такой сидишь, как, извиняюсь за французский, как лох, и оформляешь, короче, этот свифт А другие в это время банковские карточки себе оформляют и премию делают Поэтому мы, короче, недовольные такие, всех заставили обучиться тоже делать свифты И теперь свифты у нас принимались по очереди, а не так, что мы не умеем идти там к Паше Гоголазе, к Оле Столировой Так вот, что это такое? Ко мне приходит клиент, он кладет деньги на счет Я беру от него реквизиты банка и место, куда нужно все это дело отправить Обязательно туда прикладывается договор, на основании которого делается перевод зарубежный То есть свифт, во-первых, нужен для зарубежных переводов Так вот Надеюсь, что вырыжет Так вот, переводы Попробуй, пожалуйста, не крутить головой, потому что звук очень сильно будет меняться Смотри в микрофончик лучше Спасибо Хорошо Так вот, переводы, которые осуществляются для зарубежных контрагентов, зарубежных лиц Короче, переводы, которые отправляются за пределы России, обычно проходят через систему SWIFT Я открывала специальное окно, где вводила специальные какие-то конкретные данные о реквизитах О назначении платежа Туда же мы валютный контроль подгружали документы, сопровождающие этот перевод В валютный контроль это все отправлялось В валютный контроль 10 раз все это перепроверял Бумажки просматривал Все-все-все перепроверял И всю эту информацию отправлял на корсчета И дальше это все отправлялось через систему SWIFT, соответственно, в другую страну Деньги, в свою очередь, переводились международными переводами Деньги переводились в другую страну В другой стране по этой системе SWIFT Получались данные о том, что за деньги вообще пришли И какая их судьба дальнейшая И, таким образом, банк, который получал эти деньги Одно дело перевести деньги, а другое дело донести информацию Куда вообще эти деньги девать, они кому вообще принадлежат И вот в рамках этой системы SWIFT И определялась, куда эти деньги будут переводиться И к кому они будут зачисляться Когда нас отключают от этой системы Это значит, что мы не можем сообщить Что мы не можем сообщить банку за рубежом О том, что делать с теми деньгами, которые мы отправили им И понимая, что риски отключения SWIFT У нас от SWIFT есть Нашим правительством было разработано уже Была разработана альтернативная система SWIFT Она называется «Система передачи финансовых сообщений» СПФС К СПФС подключилось Сейчас больше 20 банков Может быть, уже ближе к 30 даже подходит Есть разные страны В основном это страны СНГ Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия Также в 2020 году там была Германия и Швейцария Сейчас в рамках новых пакетов санкций Вопрос, насколько они будут использовать эту систему Кто знает, может будут Потому что Европа, несмотря на санкции Которые накладывались на Иран Замечательным образом Замечательным образом, господа Обмениваются с Ираном платежной информацией Посредством своей системы Которую тоже они создали Просто вдумайтесь Иран находился под санкциями И Европа специально для Ирана Создала альтернативу SWIFT Потому что нужно какие-то расчеты делать Все-таки Иран Один из крупнейших поставщиков Тоже энергоносителей И банки, которые отключены от SWIFT Не могут делать международные переводы Это может сказаться на работе На клиентах, у которых счета в этих банках Но у нас сейчас есть другие банки И можно пользоваться SWIFT В других банках Внутри России мы, скорее всего, будем пользоваться Своими внутренними системами На рубли Как-то это Отключение SWIFT никак не скажется На работе с рублями Но на работе с валютой И под валютой я подразумеваю Не только доллары и евро Но и другую валюту На работе даже с рублями Которые переводятся за рубеж Это может сказаться Короче, из Росельхозбанка Из Короче, из Росельхозбанка Из БЕР, из МКБ Деньги за рубеж не перевести Это первое Второе Это может сказаться На выручке этих банков И на работе этих банков И на устойчивость Устойчивость вряд ли Потому что у нас есть Такая вещь, как Система образующие банки Система образующие банки Будут спасать в первую очередь И вы Я бы на вашем месте Вам рекомендовала Изучить список Система образующих банков А не пойти ли мне прямо сейчас Не выложить пост В свою запрещенную соцсеть И в телеграм-канал С информацией про Система образующие банки Пожалуй, я так и сделаю Есть системы образующие банки России И что бы с ними ни происходило Свифты, не свифты Их государство будет поддерживать Также есть такие же Система образующие банки в мире Это Financial Stability Board Про него тоже напишу в посте И эти банки, которые влияют На международную систему Финансовую Их тоже в любом случае Будут спасать Например, Ситибанк Так спасали в 2008 году Его залили государственным капиталом Если посмотреть на динамику Акции Ситибанка Вы увидите, что в 2008 году Акции обвалились И так они и не выросли Потому что его Декапитализировало государство И так он до сих пор Он хоть и частный банк Но спасло его государство И живут они за счет Государственных средств Можно сказать Ну, не сейчас А тогда выжили за счет этого Но мы с вами отошли от темы То есть С банками ничего страшного Не произойдет Для валютных переводов Вы будете использовать Другие банки Если их тоже не отключат От Свифта Банки Ирана Отключены от Свифта Давным-давно Тут параллельно Я вижу сразу вопрос Будут ли спасать Тиньков Да, Тиньков входит В список системообразующих банков Банки Ирана Давно находятся Под ограничениями С точки зрения Свифта И я вам расскажу Забавную историю Которую уже выкладывал Телеграм-канал Увидела ее На ютуб-канале Редакции Так вот В редакции Рассказывали О том Как иранские банки Живут под санкциями Смотрите Есть исламский банк Который В России В Москве допустим А вам нужно кому-то перевезти Деньги в Иран Вы приходите В этот Исламский банк И говорите Вот тому-то товарищу В Иране Нужно Тысячу баксов Положить на счет Вот мои тысячи баксов Вот я вам их отдаю Вот реквизит этого товарища Отправьте ему деньги Свифта у них нет И они Просто И с ними Естественно Никаких расчетов Международных Не ведут И Два этих банка Общаясь Чуть ли Между собой Чуть ли там Не по электронной почте Что-то типа такого Отправляют данные О том Что такой-то чувак Пришел Ему нужно внести Деньги на счет Вот другому человеку И они зачисляют Тому человеку На карточку Баланс пополняется А сама Валюта Вот эти вот Тысяча долларов Их кладут В чемоданчики И раз в месяц Возят В Иран Ну не раз в месяц То есть С определенной Периодичностью Возят в Иран И вот таким вот Образом Переводится Таким образом Переводится валюта В Иран И в Иране Из-за вот этих вот Всех ограничений Есть разные валютные курсы Для разных целей Есть ограничения На покупку валюты Две тысячи долларов В одни руки Но там можно Находить Ходы и выходы Различные Поэтому Что я вам могу сказать Выходы Найдем Без свифта Туго Извиняюсь за Надеюсь Мои слова Не будут пророческими Туго Бедно Но прошивем Надеюсь Что не бедно Надеюсь Что наши Что-то придумают С точки зрения С точки зрения того Что система Передачи финансовых Сообщений Еще далеко Не всеми Ратифицированы Самое главное Чтобы нам было Комфортно Работать с Китаем Переводить Китаю Потому что Например Если Любая страна Тут вопрос Не в том Как переводить Европу А весь мир Обменивается Финансовой информацией Через свифт Если какой-то банк Не подключен К свифту То вы не сможете В этот банк Перевести Деньги Никаким образом А если банк Отрезан От международной системы А по сути Россельхоз Сбер МКБ Отрезали От международных Международных Финансов Все Их максимум Это Россия Это естественно Скажется На бизнесе Компаний И Я немного Даже переживаю За котировки Акций Сбербанка Хотя я Очень Хочу Верить В светлое Будущее Тем не менее Отключение Свифта Для российских банков Конкретных Не очень хорошо Для нас с вами Подытожим Как физлиц Нужно просто Искать Какие-то Банки Которые Помогут Вам Переводить Валюту За рубеж Или Пользоваться Другими Платежными Системами Которые С больше Комиссии Но все-таки Будут Переводить Вам Деньги В части Паники Я не буду Не наводить Панику Не останавливать Панику Потому что Это Ситуация В которой Мы еще С вами Не оказывались И критичность Этой ситуации Можно только Прогнозировать То есть Например Я вам приведу Пример Что я имею ввиду Не останавливать И не нагнетать Панику Вот мой муж Каждый день Говорит Нужно купить Еще валюты И еще отправить За рубеж Пока не отрубили Свифт И я говорю Что ты там Не переживай Все в порядке Будет И вопрос Права ли я Или прав муж В этом случае В этом случае Муж нагнетает Панику А я типа Ему наоборот Как-то пытаюсь Донести Что Да ничего Не переживай Кто из нас прав Отключат ли все Банки от Свифтов Простите Отключат ли все Банки Российские От Свифта Это Гадание На кофейной гуще Это Попытка Предугадать Будущее Хрустальным Шаром Поэтому Каких-то Практических Советов Типа Срочно Переводите Все за рубеж На гнетание Паники Или Расслабьтесь Все нормально Будет Я вам Сейчас дать Не могу И вот Тут даже В комментариях Параллельно Я вижу Пишут Что Муж Прав Оля Права То есть У каждого Своя Правда Мы с вами Еще будем Получать Информацию О Свифте Мы с вами Еще будем Получать Информацию Постоянно О санкциях Будем Постоянно С вами Встречаться В наших Подкастах И обсуждать Что же Это может Значить А вы Можете Написать Своё мнение В комментариях О том Как вы Как вы Считаете Кто Кто Нас Прав Права Оли Которая Говорит Не Переживай Хотя Внутри Все равно Как-то Тревожно Или Прав Паша Который Паникует Каждый День Говорит Покупай Валюту Перевозим За рубеж Пока Работает Свифт Пишите В комментариях Пишите В комментариях Оля Или Паша Да Пишите В комментариях За кого За Пашу За моего Мужа Или За Олю Так Наверное Все Спасибо Что Прослушали Этот выпуск Надеюсь Он был Для вас Полезным Подписывайтесь На подкаст На любой Удобной Для вас Площадке Обязательно Не забывайте Оставлять Отзывы И звездочки В Apple Подкаст А еще Спасибо За ваши Отметки В сторис Я все Отметки Вижу Вы можете Написать Мне в директ Какую тему Хотели бы Услышать В подкасте И Ссылки На Мои блоги В описании Этого Выпуска Услышимся В следующих Выпусках Ура Такой Конце Такая Немножко Красняшка Пошла Но В целом Хорошо Больше Вопросов Чем Ответ После этого Подкаста Можешь Пожалуйста Остановить Как-то Так Чтобы Чтобы Я все Не сломала Какой Вот этот Вот Если я нажму Не пропадет Все Так Теперь Давай Ты сам Хорошо Для простых граждан Роли не играют Ну как не играют В чем-то зарубеж Нужно перевести И все И Спрашиваю снова Где искать Мои подкасты В Apple подкасты Яндекс.Музыке И во всех остальных площадках Вот Я пойду Лечить Google подкасты Укли подкасты Так Мне просто Вот смотрите Пишут Мне просто нужна Возможность Переводить деньги В Южную Корею Оплачивать обучение Ребенка Если Вам просто Нужно Искать банк У которого Есть Которого Не отключили От SWIFT А если Всех отключат То не будет Возможности Если Банки Южной Кореи Не подключатся К нашей системе Платежей У нас не будет Возможности Оплачивать обучение В Корее Вот чтобы вы понимали Можно ли перевести В Казахстан Без SWIFT К системе Наших Обмена Финансовой информацией То вы переведете В Казахстан А если Не подключен То через банк Не переведете Нужно будет Там какую-то Золотую корону Еще что-нибудь искать Вот таким вот образом Хороший вопрос Кстати о том А золотая корона Как будет переводить деньги То есть Насколько Золотая корона Подвязана На SWIFT Это вопрос Который нужно будет Не изучить Вот Ну что Наверное На этом будем Заканчивать Вот спрашивают Все зависит от того Где ты живешь Какая цель Если у вас бизнес За границей И вы часто путешествуете То прав Паша Если вы никогда Не выезжаете Вся жизнь в России То зачем выводить Ну вот Я думаю Что есть Зрелое зерно В этом плане Вопрос только в том Что Может быть Когда-нибудь Ты захочешь Жить Не в России Все И все Так Все Наверное будем Завершать наш эфир Спасибо большое За то что пришли Всем хорошего Дня Мы давным-давно Не были в эфире И скоро Будет Подкаст Выложен на площадке Можно будет Его послушать Всем до свидули